Этот год, прямо скажем, был не очень простым для всех нас. Произошло много событий, которые в ближайшее время изменят не только Россию, но и весь мир. Роль ветеранского движения становится, я считаю, особенно важной. В Одинцовском округе одно из мощнейших ветеранских движений. 20 организаций, 12 тысяч участников, во главе их опытные люди, имеющие авторитет среди ветеранов. Глава муниципалитета отметил, что движение нужно развивать и усиливать, а также задуматься об мобилизованных, кому нужна будет реабилитация и помощь с трудоустройством и досугом. Важно было окружить их заботой, вниманием, и, что тоже немаловажно, окружить еще и психологической поддержкой. Кроме того, появилось много вопросов относительно выплаты, льгот, оформления необходимых документов и доверенности военнослужащих. Помощь по этим вопросам взяла на себя администрация муниципалитета. А председатель Координационного совета по делам ветеранов Михаил Солнцев и другие участники совещания доложили об итогах работы в уходящем году по патриотическому воспитанию, профориентации молодежи, а также рассказали о мероприятиях, проводимых в рамках проекта «Салют Победе» и другим организационным видом деятельности. А в завершении встречи Андрею Иванову вручили награду от советника главы администрации Донецкой Народной Республики. От Донецкой Народной Республики, администрация главы Донецкой Народной Республики, советник главы Донецкой Народной Республики Гончаров, уважаемый Андрей Робертович, выражаю вам глубокую признательность за помощь Донецкой Народной Республики и внимание к военнослужащим, защищающим нашу большую Родину, а также систематическое оказание гументарной помощи мирному населению. АПЛОДИСМЕНТЫ